Продолжение следует... Конечно, было страшно, потому что постоянно обстреливали. Днём и ночью. Дети не спали, плакали. Не переставали вообще. Страшно было. Мы думали, уже не выйдем оттуда. Честно говоря. Конечно, сложно. Сложно. Ну как, дети? Я же говорю, экономили на всём. И всём выжимались. Воды не было, то есть купались. Ну как купались? Если можно так называть. Раз в неделю может. Такое. Помыть руки, лицо. Ну, морально очень тяжело, конечно. Дети как зомби, света белого не видят. Солнца, ну ничего. То, что там кашель начался, всех нас воркнул. Плохое самочувствие, головные боли. Ну, это очень сложно. Эмоционально тоже. Смотрите, ну, с нашего бункера всех забрали. Всех тридцать-терых. Ну, там ещё на заводе остались много. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok. 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 Он говорил, мама, Украина нас не забудет. Мы умираем, воюем за неё. А получилось, что? Что Украине? Они просто не нужны. За ней забыли. Они до сих пор говорят, что украсите наших родных. Спасите Азасталь. Спасите наших воинов. Они героичны. Да, вы не знаете. Они там, они там, там, в начале. Вот так, в начале.